Шоколадная фабрика Победа заняла прочные позиции на Балтийском рынке производства шоколадной продукции. Два года назад производители, открыв новую фабрику Венсполсе, начали всего с четырех наименований продукции. Сейчас ассортимент насчитывает 18 изделий, а в эти дни открылась еще одна новая линия по производству конфет. Мы поставляем в Саудовскую Аравию, в Америку, в Китай, в Европе мы поставляем в Германию, в Болгарию, в Венгрию, на Кипр. Поэтому мы считаем, что у этой фабрики хорошее, большое будущее. За два года рост продаж на фабрике увеличился на 169%. По сравнению с первым кварталом 2017 года, в первом квартале 2018 показатели увеличились в пять раз. Сейчас идет наладка нового упаковочного оборудования итальянского производства. Его производительность 300-400 конфет в минуту. Это максимальная скорость ее, да. На данном этапе мы ее не демонстрируем, максимальную скорость, но, возможно, у нее такие возможности есть. А вы здесь следите, чтобы упаковано было правильно, брак от север, как это происходит? Смотрим, наблюдаем. Там у нас выход вот линии с холодильника получается, с линии разбивки, да. И вот уже там у нас технологии имеются, которые наблюдают за продуктом. И если он идет не очень хорошим качеством, мы его, естественно, отбираем, да. Проверяем, тестируем, готовимся к выпуску продукции. А как вот вы видите брак, не брак? Как это можно заметить? Сердечко должно быть полностью упаковано фольгой, не должен торчать шоколад. Руководство фабрики постоянно работает над введением инноваций. Например, на Венсполской фабрике выпускается единственный в мире пористый шоколад с начинкой. Пористый шоколад никогда не был с начинкой. Начинку невозможно было взбить. И инновация заключается в том, что мы это сделали не просто, а за один впрыск. Мы впрыскиваем одновременно взбитую оболочку, донышко и начинку, и образуем сразу шоколадку. То есть классическая линия для такого продукта имела бы длину примерно 120 метров. А наша линия имеет всего 45. Сейчас фабрика планирует производство уникального этнического шоколада, который будет создаваться из какао-бобов, привезенных из разных стран. Я всегда мечтал то ли быть, то ли работать в шоколадной фабрике. И тогда я был бы счастлив. И вот прошло столько лет, и я наконец нахожусь в шоколадной фабрике. Мы видим удачный пример сотрудничества. Свободного порта, городской думы и инвестора из России, который производит шоколад, который пользуется хорошим спросом, который растет. И, как мы видим, задействована уже вторая линия, растет число работников. Ну что еще можно желать лучшего? На производстве работают 29 человек. Планируемое в будущем расширение позволит создать дополнительные рабочие места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова